Библейский портал экзегет.ру представляет 8 глав. И сегодня приступаем к 9 главе. Читаем с 1 стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, дострашаться, и трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелен травяную даю вам все, только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Мы видим, что Ной выходит из ковчега, как мы видели в 8 стихе. Он делает жертвенник прообраз молитвы, молится Богу, благодарит за свое спасение. Здесь говорится в 9 главе, что Бог благословил Ноя, сынов его. Снова дается это повеление, чтобы люди распространялись по всему лицу земли, чтобы они рождали детей. Но здесь есть некое отличие. Мы видим во 2 стихе, что когда, если еще до своего отпадения человека от Бога, до грехопадения, Бог, наоборот, как сказано, приводил к Адаму всех зверей, и Адам давал имена всем зверям, которые были к нему приведены. Здесь же говорится другое, дострашаться, дотрепещут вас все звери земные. То есть, что все изменилось в связи с отпадением и грехопадением человека, отступлением его от Бога. Также дается повеление о том, что все Господь говорит вам, движущееся по земле, теперь вам будет в пищу, только крови не ешьте. Почему теперь дается разрешение на вкушение мясной пищи? Дело в том, что, как мы уже говорили ранее, до потопа климат был на земле другой. И все те растения, которые до потопа были на земле, их, в общем-то, было достаточно для того, чтобы человек мог поддержать свою нормальную физиологическую жизнь. Теперь же, после потопа, климат резко изменился, и не было тех растений, которые были ранее. И поэтому теперь Господь благословляет людям вкушение, вот, как сказано, птичей, только все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелено-тровяную, дай вам. Только плоти, с душой ее, с кровью ее не ешьте. То есть запрет есть на вкушение крови. Нельзя есть так называемую кровяную колбаску православному христианину, прочие вещи, которые связаны, где содержится кровь. И этот запрет звучит не только в книге Бытие, потому что есть люди, которые иногда так лукаво рассуждают в угоду, так, своему чревоугодию, и говорят, ну, это было в Ветхом Завете, это теперь нас не касается. Да, действительно, многие вещи, которые были в Ветхом Завете, это были прообразы, но, тем не менее, как сказано, все писание богодухновенно. Но запрет на вкушение крови также содержится и в Первом апостольском соборе, о котором написано в 15 главе книги Деяния апостолов. Это Первый Иерусалимский собор, апостольский собор, на который председательство было главным, да, первым среди равных апостол Иаков. Вот что здесь говорится. Здесь зашел вопрос о том, как язычников принимать в церковь. Должны ли они держаться того иудейского закона и предания, омовения, кружек, чашек, ложек и прочих ритуалов, которые часто иудеи придумали не то, что им было прописано в Священном Писании, но по своему человеческому преданию, человеческому разумению, о котором Господь Иисус Христос говорит в Евангелии от Марка, в 7 главе, 8 стих. «Как вы держитесь предания человеческого, отменяя заповедь Божию?» Надо сказать, что иудеи действительно очень много наградили того, что Бог им не повелевал, но тем не менее были и определенные предписания, которые содержатся в Писании Ветхого Завета. И вот заходит вопрос, как теперь после воскресения Христова принимать язычников в церковь? Должны ли они держаться этих обычай и преданий? И вот что собор решает с 25 стиха. «Мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашими Варнавою и Павлом, человеке, предавшим души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». И вот 28 стих, обратите внимание. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого». То есть собор Святым Духом, изволився угодно Святому Духу и нам, решает, что и как необходимо принимать язычников. 29 стих «Воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». То есть мы видим, что и здесь дается такое повеление, что воздерживаться от идола жертвенного, от крови, удавленной, блуда и так далее. И далее мы с вами читаем, сказано, кто прольет кровь человеческую. В 6 стихе «Того кровь пролился рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Здесь Господь предупреждает людей, чтобы они не мстили за себя и не проливали кровь, а, как сказано в Священном Писании, чтобы дали место гнева Божия. Особенно месть это касается именно, когда человека обидели как-то лично. Есть эта заповедь, о которой мы с вами уже говорили, когда рассматривали книгу «Исход», которая говорит о том, что не убей. Что это означает? Это означает, что человек не имеет права мстить за свои личные оскорбления и обиды. Господь Иисус Христос так и говорит, «Если ударили тебя в правую щеку, подставь другую». Если тебя ударили, то да, то есть твоя личная обида. Но если бьют по щекам твою родину, если бьют по щекам церковь, еретики, если бьют по щекам твою родную мать, мы не имеем права подставлять щеку своей родины, своей матери, своих родных и близких и своей церкви. Поэтому здесь говорится лишь о личной обиде, и Господь говорит, что за нее не мстите, а отдайте место гневу Божию. Далее, седьмой стих. Господь снова дает это повеление, чтобы люди размножались, распространялись по всему лицу земли. И сказал Бог, но и сынам его, вот я поставлю завет мой. И с девятого стиха здесь Господь говорит, что Он действительно ставит этот завет со всякой душой живою. Одиннадцатый стих поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. Поэтому сегодня на средствах массовой информации проскальзывает, что, возможно, скоро затопит и Европу. Ну, возможно, какие-то части потопит. Но всемирного потопа, такой, который был, такого уже не будет. Можно всех утешить тем, что земля теперь сгорит огнем, но не будет уничтожаться водами потопа. И со всей душою и поставлю завет, и сказал Бог, вот знамени завета, двенадцатый стих, который я поставлю между мною и между вами, между всякой душой живою, я полагаю радугу мою. И вот в облаке. И вот когда взираю на радугу, мы должны об этом помнить, что теперь потопа не будет. И будет, когда я наведу облако и так далее, и вспомню завет мой, можете все это прочитать самостоятельно, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ноя, вот знамени завета, которые я поставлю между мною, между всякой плоти, которая на земле. Сыновья Ноя, восемнадцатый стих. Вышли же из ковчега были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Недаром делается здесь такое, не просто так здесь делается такое вот замечание, что Хам же был отец Ханаана. Мы видим, когда они входили в ковчег, там ничего не говорилось, что девятая была душа Ханаана, а детях ничего не говорилось. Но у Хама там как-то родился Ханаан, то есть он выходит оттуда уже с ребенком. Хотя в ковчеге, ну представьте себе, весь мир уничтожается, все уничтожается, вокруг плавают, в общем-то, мертвые животные, люди, и какие там могли быть супружеские отношения. Это, конечно, были дни поста, такого великого строгого поста в это время, пока ковчег находился на поверхности воды. И там были разные отделения, как и у нас сегодня есть в Храме Божьем, в нормальных православных храмах. Есть этот порядок, когда мужчины стоят справа, женщины стоят слева, где мужчины, где икона Спасителя, женщины, где икона Богородицы. Когда к причастию подходят сначала дети, потом мужчины, ну если уж совсем немощные, конечно, какие-то люди, их пропускают всегда, и потом уже женщины. То есть везде есть порядок. Но здесь мы видим, что Хам поступал беспорядочно, поэтому он выходит как-то с Ханааном. Далее мы читаем, мы увидим последствия этого. Сие трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ноэ начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отца, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли за дым и покрыли наготу отца своего. Лица их были отвращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан раб рабов, будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да прославит Бог и Афета, и да вселится он в Шатрах Симов, Ханаан же будет рабом ему. То есть, такая ситуация, мы видим, что Ной выходит из Ковчега, как отцы церкви. Например, Августин Блаженный, он говорит о том, что, да, и климат Александрийский, что Ной опьянел, потому что климат изменился, брожение сока стало другим, бактерии поменялись, все происходило стало очень быстро, нежели до потопа. И поэтому Ной, когда собрал виноград, оставил его, видно, на солнце, подумал, что это сок, и выпил лишнего сока, и от этого сока, забродившего, он опьянил и уснул. Но здесь другая история. Мы видим, что Хам подходит и смеется над наготой отца своего. Не так поступают Сим и Иофет. Они подошли, взяли покрывало и покрыли наготу отца своего. Поэтому теперь нам станет более ясно и понятно сама этимология происхождения слова «не хами». Вот хамить — это значит смеяться над своими родителями, значит, высматривать их грехи, высматривать их наготу. Я вот помню, как еще тогда в середине уже 90-х, ближе к 2000-м, когда еще был этот разгул евенальной юстиции, она еще до сих пор продолжает сквозить, но тогда был действительно разгул. Вдруг я смотрю, мой ребенок выглядывает так как-то странно из-за косяка дверного, потом опять что-то прячется с тетрадкой, с какой-то уходит, что-то записывает. Опять я сижу, готовлюсь к лекциям, читаю, снова вижу подобное, не могу понять. Забываю, говорю, иди сюда, ты что, что-то там, что у тебя, зачем ты наблюдаешь? Он говорит, а нам вот сказала учительница, там психолог какой, сказала, что вот есть такой вопрос, и я на него должен ответить. Я говорю, что это за вопрос? Он говорит, вот такой вопрос, запиши, пожалуйста, то есть, что делают твои родители, о чем они говорят, тогда, когда думают, что тебя нет дома? Я это так насторожил, я говорю, что? Я не поверил сначала, он представил, ну куда, и да, действительно распечатка. Что делают, о чем говорят твои родители, когда тебя нет дома? Это кому нужны такие сведения? Это чему учат этих наших детей? Какое такое, что Павликов Морозовых, ну, что ли, воспитывает предательство своих родителей? Поэтому это вот хамское такое отношение, ему учат в школе, это удивительно просто. Это просто не то, что настораживает, а то обескураживает. Поэтому, действительно, хам — это тот человек, кто высматривает наготу своих родителей, смеется над грехами своих родителей, как здесь и поступил этот персонаж. Далее, есть не только, на самом деле, мы знаем, не только это относится по отношению к родителям Плацким. Ну, вот апостол Павел, например, в посланиях к Коринфянам пишет нам, что есть и отцы духовные. Да, вот четвертая глава, пятнадцатый стих. Он говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе в благовествовании». То есть мы видим, что есть и духовное рождение, и мы об этом знаем. Апостол Павел говорит, что некоторых он родил своим благовествованием, жизнь вечную. Поэтому всякая насмешка, всякое осуждение священноначалия и духовенства, их грехов, это является грехом хамства. Как говорится в канонах, что мы не имеем права наблюдать за грехами священноначалия, священников, епископов. Мы имеем право, потому как это дело их исповеди. Но каждый православный христианин имеет право только наблюдать лишь за тем, правильно ли учат, то есть нет ли отпадения в заблуждение, даже если это и священноначалия. Вот на это мы имеем право. Читайте священное писание, будем вникать в него глубже, будем изучать каноны церковные для того, чтобы действительно это могли бы мы как-то видеть. А вот грехи личные — это дело исповеди каждого человека. Ковы же последствия, которые были в дальнейшем. Потом сказал, да, видим, что здесь проклинается, и сказал проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. То есть проклинается, мы видим, не хам. Тоже интересно, почему не хам, а почему проклинается Ханаан. Потому как, тоже пишет об этом, да, Ефрем Сирин, смотрите, есть интереснейшая цитата, хам, почему проклят Ханаан, хам принял благословение со всеми входившими в ковчег. И потом снова дано ему благословение со всеми вышедшими из ковчега. И поэтому Ной проклинает не его самого, но его сына. Хотя проклятие сына должно было причинить скорбь и отцу, то есть хаму. Другие же на основании сказанного в Писании и узнал Ной, что делал над ним меньше сын его, поскольку известно, что хам был не младший, а средний. Заключают, что под сыном младшим, разумеется, Ханаан, и что сей малолетний Ханаан посмеялся над обнажением старца. Хам же со смеющимся лицом вышел и посреди стагна возвестил братьям своим. Посему можно думать, что хотя проклят Ханаан не со всей справедливости, как совершивший зло еще в детстве, однако же и не против справедливости, потому что проклят не за другого. Притом Ной знал, что если бы Ханаан в старости не саделся достойным проклятия, то и в отрочестве не совершил бы дело его заслуживающего. Конец цитаты. Ефрем Сирин так пишет. То есть, здесь отцы церкви предполагают, что и Ханаан участвовал в этом, и он видел, потом рассказал отцу, и хам пошел, и с такой дерзкой ухмылкой, улыбкой расхотался над наготой отца своего. И в этом смысле надо сказать, что не будем смеяться над грехами своих родителей и родителей, чтобы не произошло с нами того, что произошло с Ханааном. А что произошло с Ханааном? Известно, что когда Ной проклял Ханаана, то он почернил. То есть, он стал моментально так вот как-то, цвет кожи стал его меняться. У Дмитрия Ростовского мы читаем следующее. Известно, что евангелист Матфей по своему жребию, мы знаем, что все апостолы разошлись по всему лицу земли, и вот евангелист Матфей по своему жребию для проповеди Слова Божия был направлен Духом Святым в Ефиопию. И в житии Дмитрия Ростовского сказано, что когда он крестил ефиоплян, они очень ревностно уверовали в Господа и Спасителя Иисуса Христа, то после крещения они выходили из воды, и грех хама смывался, они выходили белыми. То есть, цвет кожи их становился белым. Вот так сказано, грех хама смывался по их ревностному уверованию во Христа. Поэтому, действительно, мы можем с вами знать и множество историй, из, например, из Священного Писания, как нам поступать с братом согрешающим. Ну, есть такая история в Древнем Патерике, когда однажды один брат увидел, как другой брат на территории монастыря прям блудит. Он пришел, рассказал своему Игумену и побежал вслед за ним, думал, что Игумен сейчас, ну, конечно, возьмет свой посох и, в общем-то, накажет его, может быть, даже и по горбу. Но каково было его удивление, когда Игумен снял свою мантию в виде этого брата согрешающего прям возле стен монастыря, покрыл его своей мантией. Потом в недоумении инок не мог понять и ничего не решался спросить. Но потом он увидел, как этот брат пришел, а грех он совершал неоднократно и был уже замечен. И потом он увидел, как этот брат пришел, покаялся. И потом он стал в дальнейшем, да, настолько был он поражен действиями любви, врачующей своего Игумена, что потом, как свидетельство Патерико, стал и самым настоятельным, исправил свою жизнь так, что при смерти, даже когда умирал, лицо его светилось, как лицо ангельское. Поэтому, когда мы видим наших братьев согрешающих, а тем более, когда мы видим грехи наших родителей, будем всегда молиться за них и стараться не повторять того страшного греха, от которого, в общем-то, чернеет человеческая душа, который совершил хам в своей жизни.